Денис Никифоров врач-травматолог, ортопед Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Свою профессию выбрал еще в детстве. Изначально была не моя мечта, а моей бабушке. Ну, как-то с четвертого или, может быть, с третьего класса всегда просила. Денис, у нас ни у кого родственников нет врачей, я хотела быть врачом, может быть, у тебя все получится. Ну, зажгла во мне эту идею. И, то есть, когда я заканчивал школу, я уже точно знал, что пойду в медицинский институт и буду врачом. Денис Никифоров окончил Государственную медицинскую академию в городе Семипалатинск в Республике Казахстан. Общий стаж работы врача-травматолога – 18 лет. Последние два года Денис Владимирович трудится в госпитале имени Владислава Тетюхина. В честь юбилея лечебного центра Денис Никифоров удостоен благодарственного письма законодательного собрания Свердловской области. Награждали, естественно, на родине, где я работал. Да, я работал в Казахстане, то есть, получается, 16 лет, да. А здесь именно такое серьезное награждение – это в первый раз. То есть, были грамоты, которые вручала администрация на День медиков, да. Но вот именно такое серьезное награждение было в первый раз. Награду, почетную грамоту ЗАГСО, также получил и главный врач Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Сергей Амзаев. За пять лет работы лечения в центре получили более 26 тысяч человек. Большинство из них – по ключевому направлению. В частности, 60% из этого числа прошли операции по эндопротезированию крупных суставов. За пять лет в госпитале проведено более 28 тысяч операций. Из них по основному профилю травматология и ортопедия – около 15 тысяч. За этими цифрами стоят судьбы людей, которые страдали от своих болезней, которые уже несколько раз обращались за медицинской помощью и, к сожалению, своему не могли найти ту помощь, которая бы их вернула в их привычный строй, в их привычную жизнь, к родственникам, к друзьям. Сегодня в госпитале работает 350 человек, 70 из них – врачи. Здесь предоставляют пациентам высокотехнологичную медицинскую помощь. Основателем госпиталя стал Владислав Титюхин. Он воплотил свою идею в жизнь за два с половиной года. Это одновременно и радость, и гордость, и нотки грусти, потому что это первый год, когда мы встречаем этот день рождения без нашего идейного вдохновителя, основателя, без Владислава Титюхина. Но я считаю, нам всем крупно повезло стоять у истоков, вместе с ним строить, вместе с ним запускать объекты, встречать первых пациентов. За эти пять лет вы действительно показали, что вы сильная команда, та команда, которая была собрана и сформирована Владиславом Валентиновичем. Несколько лет назад еще никто не думал, что в Нижнем Тагиле, на Урале, появится такой серьезный инновационный медицинский центр. Но вы воплотили его в жизнь. Спасибо вам огромное, но никакое современное оборудование не может достичь того, чего может сделать профессиональный коллектив. Поэтому всех вас с юбилеем. Спасибо вам за вашу работу. Впереди у Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра много задач и идей. Одна из целей – повышать уровень оказания медицинской помощи. В Нижний Тагил теперь едут лечиться жители не только 52 регионов России, но и стран СНГ и Европы. Анна Кизилова, Михаил Крюков, Егор Гошин. Новости Тагил-ТВ.